Музыка Здравствуйте, это канал Максим Мадзи и мы продолжаем играть в GTA 5 И сегодня у нас будет довольно интересная серия Начинаем мы её с Тревора, там задание какое-то будет Боже, если ты меня слышишь, то убей меня на месте Тревора не видел? Он, наверное, сейчас где-то шляется, бьёт человеческую кровь или пожирает домашний живот Он не до такой же степени, он плох Серьёзно? Ну, хорошего в нём, конечно, мало, но какие-то чувства у него всё равно есть Да какие уж-то есть Если ты их заденешь, то для него это конец света Что ты о себе-то расскажешь? Да рассказывать нечего, я независимый человек Живу здесь, подальше от властей А ты, сдаётся мне, как бывший спортсмен-чемпион Выезжаешь лишь за счёт старых заслуг Раньше ты бросался в самое пекло, а теперь боишься пятки обжечь Ещё раз выдашь такую хрень, узнаешь про мои старые заслуги Понятно? О, конечно, командир Я не то хотел сказать Скажи Тревору, что поезд идёт Какой поезд? Ну, с большой пи А вы где были? На свежем воздухе Говорили о прекрасном Да, говорят, стокгольмский синдром обычно хорош в это время Эй, чувак, следи за языком Вы всегда об этом мечтали Это поезд нашей мечты Что за фигню ты несёшь? Я говорю про золото Рон сможет всю жизнь сидеть в трейлере и хватит тебе на лили лечение Если ты сейчас с этим мексиканцем сможешь расплатиться Ты снова будешь в деле Во как Надеюсь, это не очередная фигня Мы же говорили с тобой про гигиену, братан Я пригласил тебя к себе домой Как ты мне и отплатил? Будь на катере перед мостом через каньон Ратон Будем общаться по мобильнику Так, одну секунду Сейчас Так, Лёха мне рекламу прислал Лёха, я закончу запись, потом посмотрю Садимся на байк Короче, я вспомнил, что это за миссия Мы будем сегодня грабить поезд Мэри Уэзер Запрыгнуть на крышу поезда Вот это вот довольно сложное дело Кошмар, у меня с насморком проблемы Так, я, короче, беру машину, чтобы угнать катер и ограбить поезд Да, катер должен быть быстрый Эвор Филлипс Кенни логистики В вагонах золотые слитки, да? Иногда Это особый курьерский поезд, который принадлежит Мэри Уэзер О, Мэри Уэзер Да, конечно В вагонах не оружие, а барахло Самое дорогое, чтобы везти по воздуху Иногда золото, иногда и картины Дорогущий антир Вряд Тебе и Рону всем хватит Ай, кошмар какой Так А, по той заедем Не уверен, что мне получится с первого раза Мне никогда не получалось в этом задании с первого раза запрыгивать Обычно я либо промахивался, мимо летел Либо перелетал, либо запрыгивал на поезд, но сразу же падал с него Попробуй Но все равно надо попробовать БЛЕЕН Мотоцикл куда-то улетел очень далеко Ладно, у нас еще есть шанс догнать поезд Ладно, тем не менее, это было красиво Блин, куда ты? Ладно, у нас еще есть шанс запрыгнуть У нас еще есть шанс запрыгнуть Без меня вы не уедете ни за что Ой-ой-ой, только не лагай Только не лагай Нееет нет 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 проклятые лаги только не из-за них не смогу точно запрыгнуть ладно все равно попробуем вот из-за того что так лагает у меня нет никаких шансов запрыгнуть на поезд а получилось 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 так теперь едем и ни в коем случае не упасть отсюда нельзя болеем как лагает почему так лагает с каждым выпуском лагает сильнее и сильнее а это вообще но все это конец еще и подлагала это музычка так с такими лагами вообще прыгать невозможно на этом да загрузка долгая конечно а все отлично нам не придется вот так вот прыгать по вагону с вагонами это довольно трудно будем ехать помедленнее ну нет медленно нельзя ехать даем что же это такое ладно еще раз если не получится то это пропускаем этот раздел ну все пропускаем его на кет не хочу так мучиться сложные задания держать вот так равновесие так пропускаем ну его на один раз как-то получилось уж точно не с первого раза так мы залезли в поезд были надо было пытаться проходить мы пропустили кат-сцену так я залез поезд там с крыши короче и теперь я его виду я вырубил вот это вот машиниста и сам теперь буду вести поезд наш маршрут изменился извините это не вот этот поезд набит кучи драгоценностей которые мы собственно и играли майкл мы уже рядом ты под мостом я приближаюсь заливу сейчас рвану к мосту блин извините что пропустил кат-сцену ну блин это задание капец какой сложный заберитесь до железнодорожного моста вот я добрался как успехи наслаждаюсь жизнью мой друг ты отличное место в игре наслаждайся пока может буря скоро соберется вот это да ничего себе нам нужен оранжевый вагон установить заряд и зарубить двери где у нас бомбы липучки у нас 15 штук есть так оранжевый это вот этот давай ищи добычу быстрее блин как забраться на этот вагон да блин он ныряет я не могу никак за надо в катер обратно залезть отсюда не получится и как сейчас закинем вот так то подлагала опять все это очень вовремя не торопи меня нет спасательную операцию провожу так супер пупер винтовка нам нужно сейчас будет потому что войти мэри уэзер уже здесь так там еще есть а вертолет вот так то вот вам всем понятно да ладно еще один вертолет ой 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 а я не вижу его кстати ой ой еще вон он падал да блин я не знаю где вертолет я не вижу его где вертолет я не вижу почему а вот он он очень низко поэтому я его не а я убил пилота так там снайперы действует только с тепловизорным прицелом ак один козел готов надо стрелять быстрее пока они не снайпером конец можешь они больше не беспокоиться оу блин попасть в вертолет будет так то просто у нас есть рпг можно попробовать сбить их с помощью дешевых они ответный огонь бросают есть попал отлично отлично у нас здоровья маловато есть все валим отсюда нафиг наконец-то вперед и осторожная не то я башкой винты врежусь вниз по течению давай так сейчас еще придется стрелять с помощью бронебойного пистолета мы сейчас их и в виде катера я буду по ним стрелять все кажется я убил водителя машина взорвалась ай а я не с бронебойного пистолета стреляю я стреляю с чего-то другого бронебойный пистолет не так стреляет немного а нет эти клоуны еще и остались ой 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 какие лазеры ты жив еще есть порох покровницах мои покровницы прекрасно обходились без летящих под откос поездов взрывающихся вертолетов и тонущих кораблей где-то мы здесь сможем пристать берегу что же мы интересно украли из поезда я так и не разобрался тебе тяжело приходится трудиться посвяти меня сколько дают за бессмысленное убийство центов 20 наверное тяжелые времена с тех самых пор как мы тебя похоронили у меня сбережения были которые я не мог тратить потому что ты спалил нас транспорт подготовлен ром надежный человек да прологи в самой первой серии первого сезона помните там опа для него и для меня ну да ты же независимый у нас эй подожди сначала покажи мне добычу ладно ох неё моё ничью нафига нам это надо чтобы расплатиться с этим психомексиканцем отдадим ему это а ты расстанешься своей молодухой глядишь и нас никто не убьет вас антас гробу я видел этот чертов силиконовый город это мое дело не тебе решать если мне твое долбанное дело мы мексиканцы бы не разосрались мое дело мой куш понятно не лезь слушай отдай мне этот кейс а это взамен получишь от меня кое-что получше что же федеральное хранилище иди в жопу это невозможно это еще как возможно это не хоть и не просто но это практически самоубийство и тебя это что смущает давайте помни о чем мы мечтали когда только начинали о крупном деле это касалось брэдом правда теперь мы снова вместе к тому же с нами лестер и франклин у нас все получится ти это не просто мечты это да делай чо хочешь оставь кейс себе забирай эту фигню и патрицию тоже забирай я не против я ее уважаю насильно держать не буду ну спасибо но запомни я буду внимательно следить за тобой за каждым твоим шагом тебе понятно но как скажешь если это сволочь хоть и раз и изменит не знаю что сделаю слушай тревер мы оба понимаем что семейной жизни для теле но это ничего хорошо что мы снова в строю это здорово крупное дело просто короче говоря ребята в прологе первый сезон первой серии там в самом прологе там а по алло аллина тоже на связи о привет вези всю свою банду к тэвиш мы будем брать завод по производству химического оружия не не есть кое-что лестер отдал не нужно разобраться делами вернуться в лосантос дай мне недельку на твои деньги за палетой мы купили снаряжение банда уже в пути окно открыто мой друг и ты выпрыгиваешь из него чёрт лосантос никуда от тебя не денется что там с враги короче говоря прологи там это там они же бран банк какой-то разграбили но тревер не мог пользоваться денежными средствами потому что его личность раскрыли но все же ему удалось уйти от преследования куда нам при куда там мистер хейнс позвал нас сейчас разберемся надеюсь лестер сделает все возможное так ребята мы продолжаем я тут сохранил короче говоря игру вернулся домой уже ночь наступила поэтому ну что ж давайте поедем туда куда нам сказал этот стив хейнс ой извините пожалуйста ладно а эй как дела а здорово как успехи и отдувать чё подумал ты с родными общался да конечно да нет я собрал ни с кем я не общался о фигово да но это уже не важно через полчаса мы все равно все сдохли но ребята как дела ау здорово тревер почему так долго бизнес майкл бизнес вынимаешь я исполнительный директор большой международной компании ее дела отнимают много времени тебе человеку праздному этого не понять знаешь франклин за все время проведенное с нами ты хоть чему нибудь научишься коси и на электрические стулы обращайся как деловому человеку это богач не нашли тихо тихо завязывайте с этим ладно о смотрите-ка федералы эй а где еще трое какие еще трое мы велели привезти шестерых это работа для шестерых вы ничего не вели но дэйв говорил нифига дэйв не говорил ты сказал что все сделали это сраная ложь я никогда ничего не забываю ну ладно тогда мы пошли эээ подождите мы и втроем справимся и сдохли иди нафиг сам делай все время я каждый день этим занимаюсь защищаю страну от подонков против тебя у вас все прекрасно блин получается хочет чтобы это дело было сделано тогда пошли с нами давай идем мистер халат и мистер депрессивный бухгалтер идем спасать Америку какого фига мы спасем ее на этот раз на этот раз все серьезно мои источники уверены что в отделе международных операций заговор ну в управлении и они используют это место для синтеза опасного нейротоксина ооо фигня какая то не 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 они разработали план невероятно безумный сделать так чтобы террористы расплывли его в крупном мегаполисе тогда управление потеряет финансирование людям которые платят за борьбу с терроризмом никто не увеличит как успешный терроризм так 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 давай проясним одну вещь нет нет и нет тут ничего прояснению не подлежит давай займемся делом вы оба займитесь транспортом так что перестаньте страдать фигней а ты майкл с нами какой у тебя размер ласт неважно работа для шестерых агент нортон давненько вас не было в деле один из вас способен устаживать страх самых электрических этих ты давай садись поведешь работа для шестерых говорите да можно было ты бы мог бы привести с собой андреса санчеса и мы бы вместе с май с этим франклином и тревором тогда было бы шестеро слушай стив давай без выкрутасов а сегодня хотя бы мы сегодня за свободу сражаемся заливай мне татриотизм ты долго жил вне закона на гражданский долг для тебя это пустые слова мне пора исправиться и по ходу дела погибнуть вот такой вот фигня вот и заливки проникнем по водному тоннелю погнали оооо да да ныряем ныряем наконец мы будем под водой плавать в этот раз воздух не заканчивается у нас есть акваланг вверстие закрыто решеткой таунги у тебя резак когда доберешься до места принимайся-ка за работу понятно и режу решетку температура пламени более трех с половиной тысяч градусов очень познавательно могу оставить это для налетов хранилища газа надолго не хватит поэтому придется поторопиться режем зеленые точки ха 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 зеленые точки специально повеченные уязвимые места ха 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 зеленые значит ядерные наверное непонятно короче секрет я не понимаю секрет этого задания секрет этой решетки так продолжаем резать ой не дорезал ядерные места значит они уязвимы в других местах ничего не разрежется очень интересно вообще 3 4 5 6 все вроде бы готова 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9 10 11 12 12 13 15 5 12 12 14 10 14 21 22 24 23 24 21 22 28 Профессия плоха тем, что работать приходится с тупыми преступниками, только теми, что дали себя поймать. Блин, ненавижу эти решётки. Значит, ты тупо вдвойне. А, выносливость улучшена на максимум. Отлично, отлично. Так. Таунли, здесь нельзя останавливаться, ни в коем случае, ты понял? Естественно, блин. Ой. Нельзя было останавливаться, я остановился. Давай быстрее. Блин. Нельзя терять ни секунды, каждая минута на счету. Давай быстрее. Майкл, мы должны держаться вместе. Да, я знаю, я пытаюсь плыть за вами. Я стараюсь как могу, опять эта решётка. Терпеть не могу. Тургины. О, наконец-то выход. Это воздушный пузырь. Всем всплыть на поверхность. Плыви прямо к лестнице. Как у нас дела? А, мы готовы. Я готов был сразу после рождения. Ну всё, погнали. Какой у нас план? Мы находим нейротоксин и уходим. Вот такой вот у нас план. Да, просто круто. Так, 23 часа. Дэйв, иди вперёд. У нас есть электрошокер. Так. Э. Крутая штука. Мне нравится. И где я могу его видеть? Она никого не убивает. Там кто-то есть. Не спать. Понятно? Да-да-да. Электрошокер против розетки. Погнали. Как настроение? У меня просто супер. Жаль, здесь нет твоей съёмочной группы. Смотрите вправо, никому не расслабляться. Так, теперь туда и налево. Идём дальше. Оставайтесь за стеной, здесь может пройти охрана. Идёт группа, принимай решение. Ну их нафиг, я не буду их трогать, а то ещё тревогу поднимут. Окей, всё чисто. Идём дальше. Давай, впускай нас. Тут лаборатория, крысы и нейротоксин, конечно же. Дверь. Ну-ка, быстро открывай дверь. Вы кто? Дверь можно открыть только изнутри. Тихо, у нас гости идут. Предоставь это мне. Дверь открой, я тебе сказал, блин. Ой. Твой дружок уже на том свете. Хочешь, чтобы мы взорвали дверь и тебя туда же отправили? О-да, теперь я самый опасный человек в стране. Теперь самый перемотавшийся, перестремавшийся. Спасибо тебе, федеральное правительство. Нельзя ни в коем случае повредить его. Нужно доставить его в холодильник. Внимание, лабораторий нарушитель. Так, придётся достать пушку. Там охранники, везде. Давай-давай. Скорее, скорее. Там ещё один остался. Вперёд, быстро-быстро-быстро-быстро. Не хочу здесь долго торчать. Налево двигай к выходу быстрее. Сколько времени? Один час сорок минут, понятно. Так, охрана сейчас будет тут как тут. Вперёд, 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 вперёд. Пошли, пошли. Ой, тут обезьяны. Два охранника ещё. Не стреляйте, у меня так сильно. Ну, им всё равно пофигу, они стреляют. Так, обезьяна, мы тебя не будем спасать, ты сама по себе. Последний штурм, пошли. Сюда сейчас прибудет подкрепление. Не удивлюсь, если я не всё вокруг тут отцепит сейчас. Вау, 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 быстро прячемся туда. Это ради общего блага. Так, быстро к двери. Так, быстро к двери. Токсины нужно быстро охладить. Сколько времени на часах? Два часа тридцать минут. Быстро, быстро, быстро! Холодильник! Вот, пока не истёк срок годности. Это надо держать на холоде. Так, аккуратно, спокойно, Майкл. Только начал привыкать к тому, что у тебя в кармане апокалипсис. Вот так. Филипс скоро прибудет. Готовь эту хрень подгрузки. Я в паре километров от вас. Груз готов? Да, всё готово, груз готов, жми сюда. Кто бы мог подумать, что деньги из палета уйдут на такой вертолёт? Это же просто офигенно! Прекрасно, нам сейчас такой, собственно, и нужен. Поднять токсин. Блин, на вертолёте-то будет сделать достаточно сложно. Но нужно постараться. Ох, нифига! А, это не от токсина такой дым. Это фиг знает от чего вообще. Это от фонаря дым идёт. Это типа сигнал. Так, выровняй его с контейнером. Опускай. Полегче. Зависни прямо над грузом. Завис. Ну, завис. Дальше. У тебя всё получится. Я в курсе. Я уже завис над ним. Мы не успели. Люди управления уже в здании. Лучше поздно, чем никогда. Заходим. Вперёд. Это слишком опасно. Если вертолёт рухнет в западное побережье, приводи за пустыню. Ты закончишь страдать? Может быть, план раз... Ладно, 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 вы идите, а я прикрою. Ай, ладно, вперёд. А трупы? Я хоть не один из них. ФАБ особый агент задержать этого человека. Да пошли вы нафиг. Я за родную страну. Пора сваливать, поднимай нас отсюда. Это дед, кстати, только что был. Это... Человек из... Ой, из газеты, который не кобелику заданий выдавал. Это офигенно. Что старые персонажи появляются в новых частях. Хотя пятая часть, она всё равно уже не такая новая. Так, надо аккуратненько поместить на грузовиковой. Три часа ночи. Понятно. Я выбрал самый лёгкий... Нет, самый лёгкий путь Франко им выбрал. Он ничего просто не делал, на заднице сидел. Так. Мистер Филлипс, как только вы нас высадите, я заберу токсин. Могу ли я поручить вам избавиться от вертолёта? У меня есть дела поважнее, чем вывозиться с этим вертолётом. Действительно важные дела, в отличие от войн с воображаемыми врагами. Дела сердечные. Он чё, прикалывается, что ли? Это вряд ли. Так, аккуратно. Аккуратненько надо его поставить. Нет, чуть-чуть повыше. Не люблю вот это вот. Готово. Здорово, Фрэнк. Как оно? Чувак. Химическое оружие там, да? Может, это и не оружие, может, это вообще пена для бритья какая-то. Откуда мне знать? Да, кстати, в следующий раз в воду ты полезешь. До следующего раза ведь не будет, наверное. Я делаю для тебя всё, что могу, по крайней мере, пытаюсь. Ну да, может быть, нам бы в этот раз повезёт. Может быть, в этот раз Тив сломается под напором новых технологий допроса. Допроса? Да ты с ума не сойдёшь. Его сейчас в награде представят. Эх, да ребята из управления теперь будут охотиться за вами. За тобой и с Тивом. Не высовывайтесь, и всё будет хорошо. Вот чёрт, а. Кто это? Ооо, прекрасно. Что там такое? Всё. Моё действие в глуши подошло к концу. Всё, Лестер договорился с этим психованным мексиканцем. Он надал ему артефакт. Теперь, пока его жена на попечении Тревора, мы в полном порядке. А как же там Тревор? Да фиг бы с ним, ему нравится жить в пустыне. А потом, после того, как мы проведём большое дело, наши пути будут в любом случае разойдутся. Как же я хочу вернуться на киностудию? Ладно, как скажешь, и я тебе звякну потом. Лады? Какой же дурдом. Я тебе скажу, вся эта пустыня может пойти в задницу. Пусть в моей жизни боль, но это отныне будет приятная боль. С комфортом. С кондиционером. Ладно, бывай. Тревор, мне было очень хорошо. А ты же знаешь, я дала мужу клятву. Я знаю. Твоя боль велика. Но ты замечательный человек. Мне никогда ещё не было так радостно и так печально. Но ты так хорошо говоришь. По какой-то причине, те, кого я люблю. Меня бросают. Я тебя не бросаю. Я еду домой. Если вам будет плохо с тобой обращаться. Да, я знаю. Я знаю. Отвезите Патрицию домой. Зашипись. Так. Прекрасно. Четыре часа ночи с половиной. Во, ловко мы провернули с вами дело с токсином. Это просто офигенно было. Это просто охренительно получилось с токсином. В лаборатории, кстати, было реально весело. Вот и дом Мартина Мадраса. Мартина Мадраса. Нет. Оставайся здесь. Путь с ней ласков. Непременно, Амигу. Непременно. Или... Второе ухо. О, разумеется. У меня такая точка зрения. Мы с тобой и с Майклом теперь друзья. Добрые друзья. Настолько друзья, что нам лучше друг от друга подальше держаться. Идеальный вариант. Да. И это, поблагодари Майкла за статую. Она просто бесподобна. Да. Я так и сделаю, Абель. Выполнено. Фух, ребята, знаете-ка чё. Раз дела с Мандраса погашены, можно и вернуться домой. Обратно в Лос-Сантос. Ребята, встретимся возле квартиры Флойда. Пауза, чирчик. Давно мы дома не были, цветёт родная ель. Как будто в сказке не были, за три девять земель. Я уже соскучился. О, какого фига тебе здесь надо? Да, забавно ты здороваешься с кузем. Ты мне не кузен, Тревор. О, я думал, вы одна семья. Пожалуйста, иди нафиг отсюда. Что за фигня происходит? Ничего, дорогая. Тебя на той конференции никто не одарил. Флайт. Говорят, что эти конференции настоящие оргии, да? Можно войти? Уходи вон отсюда. Да, да, да. У вас там серьёзная кооперативная фигня, да? С каждым исполнительным директором и по связям оттуда давал Гарло во все дыры. Ради сплочённости коллектива, да? По крайней мере, так мне вчера сказал Флойд, пока стояла пьяница за мной. Уходи немедленно отсюда. Слушай, я, Эда, у меня было тяжёлое детство. Папочка меня не любил. И мамочка тоже. О, окей. Слушай, Дебра, я люблю тебя. И тебя тоже люблю, Флойд. Давайте просто будем вместе, а? Можешь приходить с понедельника ко мне по четверг, а ты по выходным. Я знаю, что дни нормально, разве в нашем безумном мире... Нормально, это хорошо. Послушайте, Дебра, Флойд. Давайте поженимся. Вон из моей квартиры, нафиг, блин. И ты тоже, Вали, Флойд. Я же сказал, у меня карьера. Мне не нужно всё это, мне ты не нужен. Это просто дерьмо. Да. Ну вот. Из-за тебя я ругаюсь. Флойд, ты просто козёл. И не мужик. Вообще не мужик, ты тряпка. Боб, насчёт тебя был прав. О, что ещё за Боб? Убирайся отсюда в жопу. Вместе со своим дебильным дружком. Эй, дорогуша, меня зовут Тревор. Да мне вообще насрать, как тебя зовут? Вот что. Я умею им пользоваться. Меня Боб научил. Нафиг, Боба, нафиг, Боба. Ну это вообще не гостеприимно. Оооо, жесть какая. Ай, ай. О, здорово, Тревор. О. Здорово, Уэйд. Ты познакомился с дебильным? Да, интересная дамочка. Мне, наверное, надо поздороваться с этим. Нет, не стоит. Почему? Пойдём-ка в машину. Пойдём, оторвёмся отсюда. Я точно знаю, куда тебя подвезти. Дебра и Флойд убиты. Тревором. Мог бы заскочить за Флойдом и Деброй. Она немного зажатая, но может повеселиться. Не думаю, что она способна на эту, Уэйд. Тогда только Флойд, Флойд нас встретит. Мальчишник, да. Тревор, в чём ты весь? Это что, сок с ног до головы? Да, да, облился лимон этим вишнёвым соком. С каждым может случиться, понимаешь ли? Оу. Да, конечно, вкус. Это вообще на сок не похоже. Не надо меня на вкус пробовать. Просто не лежи это. Не будь извращенцем. Помнишь, когда мы познакомились? Да, в прошлом году я ехал на стрелку с Дейзи Белл и Канаплёй. Да, ты остановился в Сен-Ди-Шорс, чтобы не хнуть. Встретил дилера, и он позаботился о тебе. А твои друзья тебя бросили. Страшно всё прошло. В последний раз я видел с собой. Мы поехали в карьеру. А они потом просто исчезли. О, бах, и нет, они свалили. Ну и друзья, а теперь эта сестричка Дебра видеть тебя не желает. Делай выиграть. В доме был полный бардак. Вывод в том, что ни на кого не заположиться. Ни на кого, кроме меня. Мы на месте. Ну, что скажешь? Вы можете сохранить машину при парковых и устреблугами. На самом-то деле, нифига она не сохраняется. Плойд, у нас здесь встретит? Да. Знаете-ка что, давайте-ка я обрежу это место. Ну и вон, нафиг. У нас с собой теперь новый дом. Ну что, менеджер, сейчас ты увидишь нового напарника. Я решил обрезать кат-сцену. Нефиг вам смотреть на это. Привет, Лестер. Эй, только что звонил Тревору насчет большого дела. Ух, ты в курсе? Да. Я сказал, что делался зря. Я с вами. Только кое-что проверю, мы встретимся у Тревора. Он захватил мужской клуб «Ванильный единорог». Хорошо сообщи Франклину. Да, кошмар какой-то. У меня с носом просто вообще беда. Так, едем. Теперь у Тревора местонахождение жилища. Теперь у нас в этом стрип-клубе Дубрацком. В квартире Дубра и Флойда было лучше, но теперь она нам недоступна. Супер мужской мне. А что, нельзя войти в эту дверь? Ладно, придется заходить через главный вход. Ну, машина от Тревора, пикап, конечно же, сохранится. Она никуда от нас не денется. Так, Уэйд там со шторами. Наслаждается каким-то там удовольствием, блин. Так, вот здесь и поживает наш дружок Тревор. Здорово. Сразу говорю, холодильник сломан. Ничего, мне пофигу. Я уже успел насладиться той гостиной. Я изменился, слышишь? Да, с этой фигнёй я завязал. Теперь только улажу дела с Мэри Уэзер. Прослежу, чтобы управление за нами не охотилось. Устрою последнее крупное дело, а потом ты вернёшься к своей семье. А я поселюсь здесь. Стану заправлять бизнесом людей, радовать. Мужиков. И Брэда вытащу из тюрьмы. Не буду. Счастлив. Откуда у тебя вообще такое заведение? Да, оно у меня давно уже. Ты, наверное, знаешь Леона, прежнего управляющего. Леона? Нет. Его уже здесь нет. Что-то происходит. А, происходит крупное дело здесь. Давным-давно, недалеко-далеко отсюда жили, были три парня. Майкл, Тревор, и Лестер, и Брэд. Да, да, ну да, конечно, Брэд тоже наведывался. Ну и другие ребята тоже. Так. Короче, мы грабили, обманывали, били. Жили, в общем, как обычные подумки. Но мы всегда мечтали об одном. Исключительно об одном. О крупном деле. О крупном деле? О крупном деле, да. Что это за крупное дело? Федеральное хранилище. Около двухсот миллионов золотых слитков. Спертых у дяди Сэм. Если уцелеем, то остаток жизни проведем, скрываясь от правительства. Но зато будет мой наш шедевр. Итак, господа, давайте выполним свой гражданский долг и найдем себе приличную работу. Сюда. Пошли. Это крупное дело. Ну а вот он где, менеджер. Оказывается. Так, вы на связи? У нас все строго по графику. В этом году. В районе машины без груза в данный момент направляются в федеральное хранилище по нашим данным бульвару. Примерно в 15.30. А сколько сейчас? В 12.11. У нас полно времени. Здесь время-то идет намного быстрее, чем в реальном. Мы будем проводить последнее ограбление ближе к концу нашего сериала КТА-5. Так, посмотрим на вход в банк. Охраны маловато. Пару ниггеров хватит и все. Войти внутрь дело простое. Это же обычный банк. Только вот в подвал попасть уже непросто. Там ведь лежит золото. Да, мы сейчас остановимся возле центра Аркадус на Альтра Стрит. Смотрите, черный ход. Конечно, смотрим сейчас. Вы, может, и не заметили, но я много чему научился, пока с вами тусовался. Думаю, мне пора стать настоящим членом вашей командой. Ой, елки, опять нелегке. Ну да, фига тень какая-то непонятная. Уж национальным резервом не могли бы побольше людей представить. Видать, в стране... Тревор, как твои дела? А не как. Все по плану, Майкл, все по плану. Подъезжайте к аэродрому. А где он? Недалеко. Доедем. Довольный. А, вот, у нас на время. Надо до 15.30 успеть. Так, мы совершаем короткую разведку федерального хранилища и заканчиваем на этом серию. Думаю, что третий сезон у нас будет самый короткий. Потому что игра уже скоро закончится. Нужно вернуть Майкл Экпо в семью. Ограбить федеральное хранилище. Ну и покончить со своими старыми врагами. Садитесь в вертолет. А, мы будем осматривать дела сверху, да? Слушай, если ты парализован, это не значит, что надо парализовать нашу работу. Давай побыстрее. 12.30. Еще два часа есть. Уриета Хайтс. Это далеко? Ну-ка. Оу. Ну, на вертолете это не так далеко, как на машине. Наблюдение Майкла укладывается в твой план? Пока, да. Охрана смотрит за порядком внутри, а не снаружи. Блин. Какого черта? Зачем я заехал на эту базу, а? Еще одна запретная зона, быстро вылетай из нее. Это будет самое трудное ограбление. В нем будет также два выбора, и мы выберем самое интересное. Так, мы уже в городе, сейчас... Так, у нас мало времени, осталось всего час. Майкл, мы обнаружили конвой. Держись за ними, делай все, что нужно будет сделать Лестеру. Мы фиксируем их маршрут. Так, короче, надо следить за ними. Следим за инкассаторскими фургонами, будем смотреть, куда они направляются. Так, пониже надо немного опуститься, чтобы я не проморгал эти фургоны. Вид с камеры Лестера нам не поможет. Они могут уйти, пока мы будем разглядывать вид с камеры Лестера. Может, провернем дело здесь? Где? Под одним из мостов. Блин. Камеры все время поднимайте, я могу их проморгать. Да е-мое, я их так проморгаю. Давай быстрее. А, они сворачивают. Блин, мне все время наклоняться придется. Они поворачивают, отлично. Ограбление еще сегодня не провернем, потому что нам еще военное оборудование достать придется. Нам еще много, что надо сделать. Так, куда они поедут? Они поедут прямо. Блин, я очень долго записываю. Они поехали в тоннель. Не волнуйся, они могут быть в тоннеле. Не волнуйся, это прямая дорога. Они будут выходить на другой стороне. А-а-а, я буду поедать. Увидимся на другой стороне. Я надеялся, что они будут через здесь. Этот тоннель будет работать для оборудования. Они войдут, вы выйдете. Вот они. Они снова вышли на открытое место. Думаю, их будет захватить. Думаю, захватить их будет не так уж. Не так уж и просто. Вон они туда поехали. Быстро-быстро поворачиваем туда. Машина на месте. Точно по графику. Похоже, чтобы попасть в здании нам понадобится удостоверение. Решаемая задача, да? Удостоверение я раздобую. Вижу, лук 86. Ждите. Да, ты 13 секунд назад тоже, но пробки, извините. Ладно. Лук 86 зданий. Так, при планировке делал мювелиром я запомнил, что где-то здесь прокладывают новую линию метро. Облети вокруг зданий и найди строй площадку. Воспоунил. Ищу площадку. Где-то здесь была площадка, я помню. Вон она, рядом с нами. А, вижу стройку. Нет, это не метро, надо дальше искать. я помню где-то. Там дырень. Как раз таки там подвал должен находиться. А, вот еще одна дырень. Может быть здесь? Вот дыра. Нужно, чтобы ты над ней повис. Я должен смотреться. мне нужно снимать сверху. А, вот стройка. Вот это. Зависи здесь, и я стараюсь. Это не так-то просто. Эта стена явно держит часть веса. Ладно, почти закончили. Такое впечатление, как будто они копают этот туннель постоянно. Она проще стоит на основании. Ладно, теперь, думаю, мне достаточно информации к размышлениям. Так, давайте на Майкла. Я не хочу летать на этом дурацком вертолете. больше. Отвезите Франклина обратно домой. Че обо всем ты этом думаешь? Пока мне все нравится. Лестер занимается планированием, он что-нибудь придумает. Ой, знаю, что тебе могу доверить. Ревер сделает это в лучшем виде. Надеюсь, он с катушек не слетит. Да, я не пиздил хилбилей. Байкеры, мексиканские ганги, чиновские гангстеры и чиновские армии. Так, Да, но ты просто пиздил ФИБ и ААА. И твоя семья, ты знаешь, что я имею в виду? Я знаю, что я имею в виду, что я имею в виду, нас ненавидят ФИБ и ААА. ФРБ тур, то есть на русском языке. Да вот, уже добрались. До встречи, звони. Лестер позвонит, когда что-нибудь найдет. На этом все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос подписался с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы и группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok